добрый день дорогие друзья хочу представить сегодня вашему вниманию мастер-класс вот такой вот хлебницы и самого вот этого рисунка как сделать такую хлебницу именно вот таким рисунком как расположить как это все делать мы сейчас покажу и расскажу вот так никите моя открывается вот так как у неё внутреннее пространство для хлеба как это все сделать ям сейчас покажу и расскажу чтобы сплести для того чтобы сплести вот такую вот хлебницу сначала нужно определиться с формой тоннам недавно уже была сделана форма вот это я всё никак не могла собраться наконец-то это не отобрал в основе формы лежит вот такая деревянная вот дощечка на которую я вот наклеила картон и здесь закрыла тоже можно принципе было и не закрывать вот эти вот стеночки но для того чтобы вот этого деревяшка не выскочила мне не рассчитана на 2 булки хлеба по длине они тоже пойдут у нас почти килограммовые булки хлеба продают и вот для того чтобы сделать такую клетку для основу я взяла вот картон я не хочу делать плетеное донышко почему потому что я уже пользуюсь плетеной как бы хлебницы да и очень прекрасно понимаю что если сделать донышко плетеный то все равно кружки хлеба будут туда просыпаться и она вот у меня сейчас стоит специально на подносе потому что они до сегодня просыпают эти кружки и теперь нужно для это для данного рисунка нам нужно будет набрать стоячки стоячки наберу потом подключусь и покажу как я это делала так мы начну с того что он рисунок который я буду делать вот для этой хлебницы он состоит из скажем так разного светотрубочек и стоячки нам нужно набрать таким образом чтобы у нас получилось допустим светлая темная светлая темная светлая темная трубочка вот так нужно набрать я бы покрасила вот трубочки палисандром и это хаки цвет темный единственное что хочу сказать что картон у меня такой специальный знаете как он бывает технический картон использует водонепроницаемый такой пропитанный не очень такой плотный но когда сейчас краешки оплетел быть как раз все как надо если нужно будет что-то добавить то можно да допустим пленочку наклеить какую-нибудь такую либо обои мощи чтобы можно было протирать но хотя лаком если вскрыть все будет нормально единственное что хочу сказать что плести мы будем таким образом вот смотрите вот так не вот так а именно вот так следовательно рисунок будет начинаться так как это основная корпус этой самой хлебницы вместе с донышком то вот от середины и до следующей середины он будет идти рисунком а здесь будет такой небольшой краешек вот с этой стороны ведь только для того чтобы вот определить вот донышко поэтому вот сейчас начинаю набирать стоячки мы таким образом вот допустим можно прямо отсюда середины начать разницы принципе никакой нет вот так на таком уровне сейчас скажу почему вот мне нужно проплести сначала несколько рядов и выйти за картон а потом поднять стоячки и для того чтобы поднять стоячки не нет необходимости вот оставлять здесь длинные кончики почему потому что никто там придется все равно обрезать мне не нужны сдвоенные стоячки мне нужны одинарные стоячки поэтому вот вот такой величины для рисунка будет достаточно а вот все остальное которое будет впереди их можно вообще сделать просто одного цвета и половинки потому что все это обрежется после 3-4 рядов все остальные стоячки обрежутся или можно будет сделать какую-то загибочку вот таким образом поэтому вот сейчас я набираю вот таким образом стоячки вот как я вам уже показала что расстояние между стоячками у меня здесь всего один сантиметр почему потому что мне нужно будет один стоячок оставлять такой как он есть а три другие потом вместе вот так вот когда я их подниму мне придется их вот так вот совместить все три стоячка вот так вот сейчас когда я все стоячки наберу я вам подключусь и покажу что мы будем делать дальше вот как вы видите вот таким образом я их набираю сначала проплету вот с этой стороны потом разверну проплету вот на этих кончиках и потом вместе то сделали соединил вот так вот вместе стоячки и закрою краешек картон вот я набрала стоячки сейчас начну оплетать сначала коротенькие кончики вот так вот просто веревочки перегибая их наружу пройду столько рядов чтобы выйти за край картона чтобы в одном из рядов можно было спокойно соединить два стоячка вместе и пройти уже на двух стоячках потом уже поднять эти стоячки вертикально вот так по кругу основная основной цвет моей хлебницы будет вот все таки палисандр поэтому и коротенькие стоячки я тоже набрала такого цвета вот и рабочие трубочки которые меньше заплетаю начало тоже цвета палисандр вот так на уголочки на уголочке обратите внимание я обернулась стоячок окрутила его если этого не сделать уголочек не выведем нужно чтобы уголочек вышел так как надо именно уголочком если не окрутить стоячок на уголке здесь мы будем иметь закругленную часть вот так сейчас несколько кругов пройду покажу вам что у меня получилось так ну вот я пропила три ряда снизу два ряда сверху на коротеньких трубочках теперь прикладываю свою форму и смотрю все нормально прикроется теперь начинаю делать вот что прям вот так вот не убирая форму поднимаю верхние трубочки вверх прихватываю при этом и коротенькую трубочку и длинную трубочку таким образом сейчас один ряд пройду один ряд пройду а потом сделаю веревочку из трех трубочек пройду вот так по кругу и как раз получится такой бортик у нас этого будет достаточно пока для того чтобы можно было уже начинать облетать саму форум что будет вот здесь впереди пока ничего делать не буду никакой загибки здесь не будет ничего с этой стороны почему потому что когда мы сделаем крышку посмотрим как она у нас будет ложиться может быть просто встанет вот на этот бортик а может быть будет заходить за бортик поэтому вот сейчас вот так вот соединив все трубочки поднимаю наверх строчки и покажу вам что у меня получается так вот сейчас я начинаю проходить веревочка из трех трубочек накладываем на 2 заводим за 3 и как только я дойду до цветных трубочек там где у нас чередуются трубочки по очереди мы там будем плести совсем по-другому как только до того места дойду я включусь и покажу вам что я буду делать так ну вот теперь начнем подготавливать уже трубочки для того чтобы плести узор значит вот сейчас нужно пройти светлую темную и светлую трубочку так вот вместе соединить их как одно единое целое следующий стоячок темный как один так следующие три стоячка светлая темная светлая как один соединить их в один стоячок следующий стоячок темный как один следующие три стоячка вместе и так далее до самого конца что мне сейчас получится я вам потом покажу когда все готово для того чтобы начать уже делать рисунок хочу только остановиться вот на чем значит вот тот самый краешек от которого вот до которого мы должны плести здесь у меня есть трубочка с проволочкой которая потом вот она мне уже загнуть и периметру всей нашей хлебницы вот до этого момента мы будем доплетать вот все вот эти трубочки и еще один момент здесь в уголочках тоже стоит проволочка которая тоже будет определять вот она ложится по периметру по верхней части нашей хлебницы и тоже будет держать форму за счет того что здесь проволочка еще один момент вот в этом месте нам нужно будет потом прикрепить крышку и не просто прикрепить крышку которая будет вот так туда-сюда перемещаться ее нужно будет на пробку посадить то есть она должна вертеться здесь и поэтому здесь вот для того чтобы потом можно было поставить пробочку мы оставляем отверстие можно было бы конечно сделать колечко но я считаю что во всяком случае вот на форме колечко делать не надо отверстие сделаем таким способом вот сейчас я пройду 3 2 или 3 ряда не от начала самой где мне проволочка стоит а от следующей стойки то есть если мы несколько рядов пройдем от следующей стойки то и естественно здесь останется что дырочка такая значит начинаем с того что вот двумя трубочками темного цвета вот я ее отдела на 1 1 вот у меня здесь так расположены стоечки вот светлая темная светлая потом темная 1 месяц до построены светлая темная светлая заводим за стойку со светлыми трубочками и накладываем на стойку темную за светлые на темную и вот так проходим круг на темную за светлые сразу двумя трубочками дом темными трубочками идут сразу двумя на темную за светлые на темную за светлые это первый ряд на темную за светлые уже до конца пройду и опять таки там в конце я не дойду на одну стойку она у меня там тоже строенная то есть из трех трубочек состоит я поверну на темные трубочки назад чтобы там осталось отверстие для того чтобы потом закрепить крышку вот так до конца сейчас дойду покажу что будем делать дальше вот я дошла до вот этой троечки крайне стоечки на которые мы должны были бы повернуть вот так как мне здесь нужно отверстие я не дохожу я поверну потом вот на этой стойке пока оставляю вот так дойдя только до этой стоечки на которой нужно было бы повернуть вот и сейчас поворачиваю все назад и начинаю облетать уже светлой трубочкой вот сделаю таким же образом в принципе можно здесь подклеить значит мне нужно положить трубочку вот так вот на вот здесь мое отверстие которое осталось вот положить на три трубочки сверху вот поэтому я его так сейчас здесь закреплю вот за этим что трубочка чтобы подклею потом накладываю на светлые на стойку со светлыми трубочками завожу за стойку за темную стоечку опять накладываю на светлые трубочки завожу за темная добавляла стоечки расстояние между стоечками оказалось немножко больше чем я планировала от того что объем увеличился особенно на уголочках пришлось добавить недостающие стоечки теперь вот они у меня влажные выпадают то есть весь следующий ряд мы проходим накладывая на светлые потемную на светлые потемную на светлые потемную сейчас до конца дойду покажу что будем делать дальше вот как я уже говорила эту трубочку я давила до конца вот наложи накладывая ее на вот стоечку из трех трубочек и завожу пока вот сюда и оставляю следующий ряд будет опять вот 2 сдвоенными вот такими трубочками темными что я делаю вот сюда подвожу вот так вот трубочки это только вот в этом ряду так потому что мы что делаем заворачиваем и их их вот эти трубочки не доходя до одну стоечку для того чтобы она здесь вот отверстие получилось и начинаю проходить в обратную сторону точно так же заводя под светлые накладывая на темные заводя под светлые накладывая на темную трубочку вот так на темную под светлые то есть как бы сельцевое плетение разницы никакой нет что слева направо плести что справа налево главное то что мы все время будем заворачивать теперь уже не вот на этой стоечке вот на последних трех вот сейчас я до конца дохожу вот этими трубочками темными и просто оставляю их там так же как вот здесь оставила вернусь назад и вот этой трубочкой сейчас до конца дайду покажу что надо делать дальше так ну вот я дошла до крайней стоечки завожу за нее и оставляю пока вот наше отверстие между стойками для того чтоб потом пробочку сюда ваткну теперь возвращаясь опять назад вот этой трубочки которую я оставила этой трубочкой оборачиваю крайние трубочки и и начинаю заводить начинаю плести обратно здесь вот нужно смотреть если допустим здесь можно нужно завести за стойку вот так вот обернуть и так чтобы она пошла по рисунку на стойку за стойку возвращаясь назад учитывается то вот это будет внутренняя сторона здесь будет крышка вот это вот все закроется каждый раз я буду наклонять вот эту стоечку угловую по форме а здесь доходя каждой стоечкой вот до этой формы я что буду делать вот эти стоечки буду обрезать то есть вот этот вот овал будем выплетать таким образом подводя под угловую стойку будем заводить оборачивать и обрезать вот здесь вот на уголочке каждую вот эту вот стоечку последующего так это решила сделать таким образом почему потому что я все прекрасно понимаю что можно было просто сначала допустим сплести вот вот этот угол да вот таким вот образом угол и вот таким образом как бы не вдоль а вот так поперек плести сделать форму и плести поперек но опять-таки нужно сушить она обязательно что у нас сделает деформируется я смотрела мастер-класс картинка чётко было написано что она да и вообще у меня тоже была такая одна хлебница может быть даже вы видели в самом начале там когда я только начинала плести по другой форме по старой хлебнице она действительно деформируется ее можно сушить ее нужно делать так чтобы она на форме несколько раз высушивать и придавать ей форму вот таким таким образом во-первых не каждый рисунок можно сделать проплетая вот если вот такой рисунок сплести не горизонтальном состоянии вертикальном то есть вот так будет располагаться смотреться он конечно вообще я думаю что не будет вот решила попробовать вот так сделать сейчас посмотрим что у у нас получится то есть я опять накладываю светлой трубочкой на светлые и завожу под темную трубочку опять до конца на крайнем стоячки я оставлю светлую трубочку там в том конце и возьму темные трубочки и вернусь назад темными трубочками заворачивая их вот таким вот образом вот вот мы крайне стоячок вот мои две трубочки которые я подвела сюда темные мне нужно было бы завести за 3 вот так как я буду заворачивать их здесь вот смотрите вот так как я буду здесь заворачивать вот на этой стоечке вот эту трубочку сверху пока отгибаю вот который шла сейчас светлый темные заворачиваю за крайний стоячок они должны мне лежать за этим стоячку вот так светлую кладу сверху этих стоячков и оставляю темными трубочками вот на этой трубочками вот на этой стойке завернула и возвращаюсь назад теперь иду темными трубочками вот рисунок состоит в том что идем сначала темные потом светлыми темными светлыми просто как в ситцевом плетении только используем в качестве стоячку вот одну темную и встроенные три трубочки темное светлое светлое темное светлое значит вот эти трубочки которые мы идем одинарными светлые трубочки должны соответствовать крайним трубочкам встроенной стойке по-другому никак нельзя не получится такого рисунка будет совсем другой вид вот значит теперь что-либо не делать я пока дойду вот до этого места где уже вот пересекутся мои стоячки вот с уголочками потом включусь как я покажу вам как я буду их обрезать когда уже нужно совместить вот эту стоечку вот с этой буду ее постепенно совмещать две пока оставлю чтобы не испортить нашу картину плетение то есть я сейчас каждый раз с каждым кругом буду вот эти стоечки вот по одной трубочки проплетать вместе вот с этой трубочкой то есть я ее оставляю эту трубочку три вот этих стоечки трубочки от стойки я их разделила вот сначала одну вместе с вот этой вот самой угловой проплетаем следующем ряду добавлю сюда еще одну трубочку вот эту вот это же пока оставлю буду проплетать все три потом самую первую которую приплела я ее отрежу сюда добавлю еще вот следующую вот эту трубочку и потом уже вот эту трубочку вот сейчас пока с этой стороны уже одну трубочку я добавила угловой здесь я возьму вот эту трубочку у меня должно быть все параллельно если мы взяли здесь одну трубочку значит и здесь сюда добавляем тоже с этой стороны по одной трубочке так вот я дошла до следующего уголочка здесь забираю вот так вот две трубочки вместе эти пока оставляю две трубочки вот эту трубочку из трех добавляю угловой и продолжаю плести так у меня получается вот такой вот рисуночек и постепенно начинаю пригибать вот эти трубочки все плотни плотник форме чтобы получилось вот такая вот закругленная форма на естественно и вот эти угловые в этом ряду в этом ряду к угловой стойке к угловой стойке добавляю вот эту трубочку еще вот она сюда пошла видите чтобы рисунок не испортился я по цвету получилось вот так сначала пока светленькая осталась на светленькой трубочки то же самое на другом уголочке следующем ряду вот эту светлую трубочку я что делаю обрежу вот на этом уголочке еще одну трубочку добавляю середины к угловой трубочки здесь осталась одна и продолжаю дальше плести здесь вот можно уже светленькую трубочку сразу же отрезать куда она не денется и с этой стороны тоже можно светлую трубочку или галочка уже отрезать вот так продолжаем дальше плести вот эту вот последнюю трубочку оплетаем здесь до тех пор пока не дойдет вот эта трубочка сюда вот так что потом вместе вот это все закрепить сразу две вот эту и вот эту трубочку почему потому что если мы сейчас оставим вот отбрежем ее у нас получится 2 1 1 одинарные вот темные трубочки и сама по себе плетение что исказиться нам нужно если убираем то убирать сразу два стоичка потому что это ситцевое плетение и поэтому вот эту трубочку оставляем до тех пор пока не дойдем вот до этой самой до самого этого места для пересечения вот этой самой трубочки темной потом сразу все вместе проплетем вот так все три вот еще немножко зеленую трубочку оставлю здесь несколько рядов пройду потом я ее тоже что обрежу окно вот еще один момент все теперь я уже подошла вот этими двумя трубочками как раз таки вот моим стычку угловом и теперь я что делаю проплетаю все эти три трубочки вот таким образом одним разом это все пошло сюда теперь в угол как видите рисунок не сдвинулся идет все в том же самом порядке то же самое сделаю сейчас и вот здесь те три трубочки присоединю угловой строчки вот так вот я дошла до уголочка и теперь мне нужно вот эти вот лишние стрички обрезать здесь трубочки почему потому что сейчас будет на трубочку три и вот эти все обрезанные стрички здесь на уголочке что закрылись их не видно теперь если бы мы сделали это тогда когда шли светлой трубочкой было бы заметно как мы их обрезали а так все просто-напросто вот это вот стоечка перестала что существовать таким образом у нас получается закругление все начинаем потихонечку закругляться так смотрите пожалуйста когда я уже дошла до уровня вот верхней части хлебницы то вот эти стрички теперь мне нужно вот таким образом загнуть вот так и если они у вас влажные можно использовать их как рабочие трубочки у меня вот они пересохли я их конечно не хочу больше мочить почему потому что во первых на форме во вторых уже вот здесь так настолько крепенько все высохло вот поэтому я сейчас просто-напросто возьму вот эти вот в определенном месте вот пока они ложатся вот так вот ровно это их можно как бы использовать вот эти трубочки как рабочие смотрите но длине этой трубочки все равно не хватит абсолютно потому что все равно не хватит можно конечно сюда вот так вот наклонить трубочку и потом подклеить вот стойками видите она вот не ложится все время топорщица случае вот в этом месте если она уже очень сухая обрезать ее или вот таким образом ставить трубочку вот так сюда а эту потом уже совсем стоечку обрезать просто-напросто нужно сделать так чтобы она вот легла прямо с этой стойкой рабочая трубочка и где-то вот здесь ее под этой трубочкой обрезать так чтобы она вот этот кончик который здесь у нас был чтобы он уже что нет его не было видно вообще закрылся вот этой трубочкой нашей рабочей смотрите когда идет рабочая трубочка но она мне не очень сильно влажная но достаточно влажная она ложится ровненько на свое место как видите поэтому вот ваш выбор можно использовать их стойки если они влажные не очень или хотите можете намочить конечно дальше дальше пойдут опять у нас темные трубочки и вот здесь когда мы закончили дошли до краешку вот нужно заправить эту трубочку вот обрезать стойку нам уже не нужно положить ее сюда угловую трубочку а эту трубочку которую мы плели рабочую обрезать и заправить ее вот сюда вот этот стежочек угловой потому что заворачивать смысла нет будет некрасиво вот так спрятали кончик под рабочую трубочку и рабочую трубочку под стежок вот так сейчас подклею чтобы не выскочила и дальше начну работать уже темно-зелеными трубочками опять-таки до определенного момента можно использовать стоячок до какого-то определенного момента а потом нарастить уже рабочую трубочку нарастить здесь выскочу не пойму что вот так 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 вот Продолжение следует...